И сразу еще возникает такой вопрос. Вы сказали о Центре симуляционной медицины. Говорят, что он приближен к лучшим мировым образцам. И вообще, даже поговорят о том, что не только студенты вашего института, но и с его КФО проходят через него. Что они там делают? Нет, ну это правда. Во-первых, он создавался сначала как Центр симуляционной медицины. Медицина там была главная. Но мы сразу же понимали, что кроме подготовки студентов-медиков, он должен выполнять еще ряд функций. Первая его функция. Все студенты любого университета, у них есть предмет безопасной жизнедеятельности, где учат оказание первой медицинской помощи. То есть вот все, журналист, юрист, геолог, все они учатся и они проходят через Центр симуляционной медицины. То есть там они не просто на бумажках, не просто, так сказать, на плакатах, там они получают реальные навыки оказания первой медицинской помощи. Поле – это навык. Конечно. Второе. Врачи. Во-первых, врачи уже нашей клиники. Сейчас я могу сказать нашей, университетской. Они тоже приходили, потому что вы правильно заметили. У нас огромное количество зданий даже у клиники, она разбросанная такая. И вот, например, после ремонта, вы знаете, вот в адрес Ильша Травкадыча Гафурова слышится достаточно много критики, но вот всем этим критиканам я бы посоветовал сходить на Шмидта и посмотреть, какое здание там было. Это была медсанчасть одного из заводов, потом она была частью БСМП-2, шестерки, то есть терапевтическое отделение. Это ближе к Оврагу, да? Да, да. Это там клуб Маяковского. Да, я даже видел, как асфальт какой положили, один асфальт только... А внутрь зайдите. То есть вот мы зашли туда, это было, то есть это поэтапная как бы реконструкция и придание клинике, университета такого современного вида. Все, эта клиника работает, там есть учебные классы, там есть аудитории для студентов. Ну, снаружи прекрасно смотрятся. Да, но я начал с чего? Что врачи, которые работают там, они отделены от основного кластера, то есть от БСМП-2 и РКБ-2. Ну, то есть вот то, что на Чехова. И если вдруг что-то случится с пациентом, им что? Реаниматолога вызывать оттуда? Нет. И поэтому все врачи, которые работают там, они прошли через симуляционный центр. Их всех обучили. Опять-таки, то есть повтор вот этим вот высоким технологиям, как оказать помощь до, так сказать, того, чтобы человек не ушел. Второе. Причем мы работаем не только на себя. Надо сказать добрые слова в адрес Минздрава и клиник других республиканских, потому что у нас очень тесное взаимодействие с Минздравом и с другими клиниками. И, например, когда проходит, в прошлом году проходила, например, Поволжского федерального округа конференция по детской хирургии и педиатрии, то в этом симуляционном центре для всех педиатров Поволжского федерального округа проводились мастер-классы по неонатологии, то есть по уходу за новорожденными. Поэтому, то есть мы открыты и мы работаем, и мы готовы работать вообще в принципе, так сказать, на всю республику. Более того, не забывайте, что в этом центре, который симуляционная медицина наш, располагается Центр медицинской науки. А Центр медицинской науки – это, так сказать, когда на базе предприятия Эйдос, выпускающего симуляторы и Минздрава, было создано вот это вот как бы ОАО, которое занимается продвижением нового продукта, так сказать, на рынок вот этих симуляторов. То есть мы здесь себя, во-первых, никому конкуренцию не создаем, мы работаем на республику, мы работаем на Российскую Федерацию, так сказать, и мы пытаемся просто работать честно и хорошо. Ну и Эйдос сам рядом с вами поднимается, уже гремит на весь мир практически. Ну да, там, честно говоря, они молодцы в этом плане тоже, потому что иногда мы устаем работать как экскурсионное бюро. Потому что практически большинство визитеров, которые приезжают в республику, они посещают, и мы им показываем, как это и в образовательном процессе, и в науке, и в производстве. И еще такой вопрос. Вот было анонсирование создания Центра Трансляционной Медицины. Ну, поскольку все-таки у нас широкая аудитория, и многие не совсем представляют, нужно такое Трансляционную Медицина какая-то. Раскройте, пожалуйста, вот в чем назначение этого Центра вообще? Зачем он? Ну, я, значит, скажу тогда так. Вы знаете, здесь идет игра слов. Вот вы помните, так сказать, еще несколько лет назад говорили трансфер технологий, трансфер технологий, да? Вот по сути дела, что такое? Это трансфер технологий, то есть или трансфер разработок в реальный сектор медицины, то есть в реальную медицину. Соответственно, любое, что новое разрабатывается, это проходит несколько фаз. И вот это фазы как раз Трансляционной Медицины, то есть когда замкнута. И вот этот цикл, он может быть как по часовой стрелке, то есть когда идут фундаментальные исследования, а это, они даже обозначаются Т0 фаза Трансляционной Медицины, которые потом что-то, какая-то разработка, лекарственные или средства, так сказать, как бы средства реабилитации, средства диагностики. А дальше оно должно быть опробировано. И вот когда оно опробировано, вот это вот уже есть трансляция. То есть оно начинается, оно входит в стадию клинических исследований. Т0, Т1, Т2. Да, да, да. И как раз между Т0 и Т1 это долина смерти, так называемая. То есть когда практически, так сказать, мало ли что кто что наработал, так сказать, но невозможно было попробовать даже и провести клинические исследования. Так сказать, надо сказать, что сейчас ситуация немножко изменилась. Дело в том, что был принят ФЗ 50-й, который вошел потом полностью в закон, в федеральный закон об охране здоровья граждан, что сейчас даже есть и федеральные деньги, так сказать, на проведение клинических исследований, новых методов реабилитации, лечения и диагностики. Вот, но мы шли до этого, так сказать, и поэтому мы должны были создать, у нас были исследовательские, это для фундаментальных исследований, и я вам когда рассказывал о центре клинических исследований, это по сути дела как раз и есть. Там и диагностическая, и палаты, где можно проводить вот эти клинические исследования. Теперь если говорить о проектах, которые мы сейчас реализуем, вот в настоящий момент у нас 4 проекта уже на стадии прямой трансляции. Но пока я говорю вам только о том, что идет по часовой стрелке. Вот, то есть, когда из фундаменталки в клинику. То есть, это по нейрореабилитации проект, это проект по свертыванию крови, поскольку у нас там и сосудистый центр, так сказать, это проект по фармакогеномике, который, и это проект по использованию, так сказать, прогенитарных клеток или стволовых клеток, так сказать, лечения ряда заболеваний. Но есть еще трансляционные исследования, которые против часовой стрелки. Это когда врачи заказывают, когда врачи говорят, у нас есть проблема, с которой мы столкнуться не можем. Причем эти тоже исследования трансляционные мы запускаем. То есть, по запросу клинической практики уже делаются фундаментальные исследования. И это не только могут быть запросы изнутри нашей клиники университетской. Я не буду раскрывать пока карт, но этот запрос пришел из другой крупной республиканской клиники, когда они говорят, у нас есть когорта пациентов, которые не отвечают, например, на лекарственную терапию. Мы не можем понять, мы расходуем, причем эти лекарства не всегда безвредны. А давайте разберемся, а может быть, это связано с генетикой или с особенностями другими какими-то этого пациента. Может быть, у него какой-то профиль такой, ну, как сказать, молекулярный другой. Это уже запрос из клиники, это уже против часовой стрелки. Это тоже трансляционные исследования. А вот такие подобные центры, они в регионах есть? Вы знаете, есть центры трансляционных исследований, например, создан при центре Алмазово в Санкт-Петербурге. Вот, то есть они потихоньку открываются. Но вот такой целостный проект, когда во все это были вовлечены не только просто медики, но начиная от фундаментальных биологов, физиков, химиков, так сказать, айтишников. Вот это же... Трансдисциплинарный. Конечно, да. Вот в этом наша уникальность. Мы этот проект представляли и в Минобре, мы этот проект представляли, я сам, в Соединенных Штатах Америки, так сказать, он получил очень высокую оценку. И практически вот те все наши точки активности, которые мы обозначили, они были одобрены. И, кстати, благодаря этому в Казанском федеральном университете появился так называемый центр КФУ РАСА. РАСА – это организация, которую создали наши соотечественники, которые уехали в разные годы за рубеж, успешно себя реализовали. Она, почему так называется, это Russian Academic Speaking Association. То есть, вот они всех специальностей, так сказать, собрались. И вот когда перед ними мы выступали, они говорят, а давайте-ка мы тоже присоединимся, так сказать, и мы создали даже центр по трансляционным исследованиям вместе с нашими соотечественниками, центром КФУ РАСА. Более того, так сказать, вот наши возможности, так сказать, дают возможность, я имею в виду, не только возможности, и активности, и человеческий потенциал. Ведь у нас есть еще несколько центров, так сказать, которые с нашими зарубежными партнерами. Это КФУ Кокрейн России, который здесь создан по доказательной медицине. Это КФУ РИКЕН, про который, так сказать, нельзя одним предложением рассказать, потому что это просто тоже уникальная ситуация. То есть, ну, как это, потихонечку движемся. То есть, вы полномерно работаете над уничтожением, вот этот центр, он работает как раз над уничтожением той самой долины смерти между Т0 и Т1, и отвечает на конкретные вопросы, которые возникают у врачей. Безусловно, да. Еще такой вопрос. Вот вы являетесь одним из крупных специалистов в области, и вот у вас это прозвучало, стволовые клетки, связанные со стволовыми клетками. Этот вопрос, как бы, наши читатели тоже адресовали. И он такой достаточно, такой, как бы, лободневный. Даже с точки зрения какого-то даже пиара. Вот недавно такая была история. Ксюша Собчак после родов, она недавно рожала, она сразу, как бы, пропиарила это, то, что она решила сохранить стволовые клетки ребенка. Вот. И зачем это вообще делается? Вот что это вообще? Я понял. Ну, во-первых, я вам могу сказать так. Я... Сначала я вас поправлю, я не крупный специалист. Я просто работаю в этой области, а последние 4 года я, честно говоря, как это сказать, ну, такой чиновник уже, который... Ну, диссертация написана. Ну, это другое дело, да. Вот. Теперь, если вернуться к вопросу о стволовых клетках, вы помните, в самом начале нашей беседы я вам говорил, что мы создали биобанк, и это, на самом деле, для области клеточных технологий. Безусловно, так сказать, мы, и я, в том числе, мы принимали участие в обсуждении, и очень хорошо, что еще по прошлый созыв Госдумы приняли закон о биомедицинских клеточных технологиях, и вот та вакханалия, которая творилась когда-то, так сказать... Ну, это был ужас какой-то, да. Вот. Это все сейчас прекращается. Вот. Потому что, на самом деле, есть вещи, где без стволовых клеток, ну, кровотворных стволовых клеток, в частности, например, просто не обойтись. Вы знаете, вот все эти призывы мы тоже вместе с фондом вот этим вот благотворительным так сказать, РУСФОНДом. Мы делаем для них генотипирование. Вот когда все это происходит, помогите этому, помогите этому. Что? Основная помощь – это трансплантация кровотворных стволовых клеток. Потому что если свои клетки при наработке новых клеток крови, так сказать, сбился алгоритм, например, больше лейкоцитов вырабатывается, это уже лейкозы какие-то, то надо, значит, соответственно, вот весь этот росток кровотворный убить. Но когда ты убьешь кровь, клетки крови не будут появляться, и, значит, надо посадить новые. Вот это и есть трансплантация, так сказать, стволовых клеток или костного мозга. Именно на это и собираются деньги. И вот когда то, о чем вы говорите, Ксюша говорил, что она сохранила, она правильно это сделала, потому что, так сказать, после рождения ребенка, когда ребенок родился, плацента еще не отошла, в плаценте, после отсоединения ребенка от плаценты, до 200 миллилитров крови ребенка. Но концентрация стволовых клеток кровотворных вот в этой плацентарной крови, она такая же, как в красном костном мозге. И это утилизируется. А это можно сохранить. И, соответственно, во-первых, это может пригодиться и этому самому ребенку, причем это сейчас уже широко идет. Либо это может быть использовано как донорское. Но в основном, конечно, сейчас в России всего два банка работают как донорские. Нет, правда, еще сейчас институт стволовых клеток, они тоже сказали, что они подобрали донора, так сказать. А до этого было это в Москве и в Самаре. Вообще это должна быть большая такая программа, потому что, скажем так, когда мы создаем регистр доноров костного мозга, ну, то есть, проще говоря, мы ищем похожих. Похожих, чтобы когда трансплантацию сделали, например, от донора, вот, чтобы не отторгалось. Но, ну, для примера, вы похожи. Но вы живете, 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 вы заболели чем-то, какой-то вирусной инфекцией, еще чего-то. И даже если вы похожи и можете стать донором и спасти чью-то жизнь, то, например, лет через пять вы просто не сможете, потому что за это время вы чем-то переболели. Да, клетки похожи, но противопоказания. А если, например, забирать, как бы, вот это вот то, что утилизируется, клетки из плаценты, вот, и их хранить, то это универсально, это на сто лет, это заготовленный, оттипированный донорский материал, которым можно спасать жизни. И более того, если еще 10 лет тому назад это можно было делать только ребенку, то сейчас отработаны технологии, так, two units, three units, так сказать, когда очень похожие две-три единицы, и уже, так сказать, трансплантации взрослому человеку. То есть вот эта технология, про которую я говорю, это вообще технология, которая применяется во всем мире. Вот. У нас пока мы отстаем здесь. И, так сказать, движемся, но отстаем. В плане донорского хранения, так сказать, этого нет. Ну, пока передовой московский, да, все-таки? Да, московский в основном. Туда его деньги влили, по-моему, колоссальнейшие. Ну, это был, его и называли в свое время, это при Лужкове, был Лужковский банк, так сказать, и они хорошо начали, хорошо работают, да. Вот. Значит, но технологии не стоят на месте. Например, если мы вернемся к Нобелевским премиям, так сказать, вот даже последних лет, три или четыре года назад Нобелевская премия была дана Гердону и Яманаке. И, например, Яманаке получил за так называемые индуцированные плюрипатентные стволовые клетки. То есть, когда не просто даже настоящие стволовые, как вот в пуповинной крови, а из фибробластов путем воздействия, так сказать, изменения, так сказать, генетической программы можно сделать так называемые индуцированные плюрипатентные стволовые клетки. И эти клетки можно использовать, на самом деле, и для отработки, так сказать, проверки на них каких-то новых лекарств. Ну, например, наследственные заболевания, какие-то орфанные заболевания. Как искать? Больных мало. Как отрабатывать это новое лекарство? На самом деле, если взять вот эти клетки, так сказать, их перевести в стволовые, а потом, так сказать, уже в мышцы, там, в кости сделать, и на них уже, так сказать, в культуре клеток отрабатывать. Это простой вариант. Второй вариант. Японцы уже отработали получение клеток сетчатки из индуцированных плюрипотентных слоев клеток. Вот, кстати, взаимодействие КФУ, университета Джунтенда и то, о чем мы говорили, Центр медицинской науки вместе с Эйдосом. Это как раз отработка симуляторов для подготовки врачей. Вот Джунтенда отрабатывает введение этих индуцированных плюрипотентных слоев клеток, превращенных в клетки сетчатки. То есть, почему и закон о биомедицинских клеточных технологиях появился в России? Потому что не просто надо было привести в рамки закона, так сказать, и прекратить вакханалию, а на самом деле движется. И каждый день, каждую неделю, каждый месяц появляются новые клеточные продукты. То есть, по сути дела, дальше будет биоинженерия, выращивание искусственных, новых органов, так сказать. То есть, и все это идет, это на основе клеток человека, вот этих стволов клеток. И то, что сделала Ксюша, то, о чем вы говорили, соответственно, сейчас пока эти клетки как будто бы в большей степени кровотворные. И она своего ребенка их сохранила. Но технологии движутся, и потом эти клетки могут, например, быть использованы, может быть, для выращивания новой печени, может быть, для выращивания новых костей, может быть, для выращивания сердечной мышцы. Скажите, а в Казан-то могут родить клетки? Да, как раз это было. Проводиться к вам в вашем сайте где-то сохранить? Да, безусловно, у нас же на сайте это все есть, конечно, да. То есть, это коммерческая услуга, да? Она коммерческая, но она не очень дорогая, если вы сравните со страхованием. То есть, это можно назвать биологическая страховка своего ребенка. Если вы сравните, то есть, тогда оцените своего ребенка, потом возьмите какой-нибудь среднего класса автомобиль и оцените годовую КАСКО. И потом сравните, сколько, так сказать. Это дешевле, чем КАСКО. Кто знает, через 20-30 лет, что можно с этой помощью делать? Наука на месте не стоит. И вы правильно говорите, слава богу, вот та бы ханали, ведь это была куча страшных историй, связанные в основном с оборотом этого теневого рынка стволовых клеток. Были домыслы и всякое творилось. Что сажали? Вы знаете, была ведь, я вот, например, знаю, что была даже проверка прокуратуры, потому что, в принципе, был, например, на рынке один нормальный такой, как бы, сертифицированный препарат диплоидной клетки человека. То ли Екатеринбург выпускал, то ли кто. Но там было одно показание. Это, по сути дела, фибробласты, ну, то есть клетки, которые соединительную ткань, там, связки всякие строят. И там было одно показание, что их при парадонтозах, когда вот эта связка и зуб может вывалиться, то туда совать. Но у нас же умельцев очень много. У нас же начали это использовать в пластической хирургии. И говорит женщина, а я вам сейчас в это самое, в колюду, у тебя лицо будет, так сказать, как у 10-летней девочки. Стволовые клетки, это в каждой фактической рекламе было. Ну, конечно. Таких вот шарлатанов. Потом была, когда прокурорская проверка. Слава богу, так сказать, в этих препаратах где-то был просто физраствор, где-то какие-то клетки, но не все наши. Ну, и плацебо получилось. Да, да. Понятно. КОНЕЦ